итак ну чтож ариару мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш поклон слугам амуру и это великолепная игрушка с модом факторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие мало-мальские изменения все эти изменения по большей части назначены на то о чем я уже и говорил то есть я по большей части изучил все то что касается второго вида исследовательских пакетных материалов оранжевого цвета и в переочередном формате я занимался изучением космического листа и на самом деле это до безумия простая и до безумия интересная технология которая позволяет открыть очень много нам дверей для начала вот так вот она выглядит я его здесь построил и уже ввел в эксплуатацию грубо говоря он работает именно так как я и думал то есть его можно во поставить себе вот так вот станцию любой поезд и когда я нажму следовать любой поезд где бы он ни был как бы он не находился он в автоматическом порядке естественным образом пойдет через этот космический лист и будет отправлен прямиком на орбиту где он уже будет отсюда спокойно выходить и я могу его здесь на орбите использовать это кардинально все меняет и почему раньше я не знал об этой технологии почему раньше эта технология нам была недоступна я не знаю я безумно рад что теперь я знаю об этом теперь по сути я могу реализовывать гораздо большее количество простых вещей мне теперь естественным образом не нужно летать постоянно на космических ракетах я могу при помощи листа туда-сюда отправляться даже практически бесплатно тратит он всего лишь кабели космического листа в очередь эти кабеля делаются не так чтобы и дорого я могу эти все предметы достаточно большом объеме получать так что никаких проблем с этим не возникает но что касается этой серии я хочу при помощи космического листа начать делать новые технологии а конкретнее третий вид оранжевых пакетов я уже примерно расписал что где и в каких масштабах мне нужно и никаких препятствий по сути для создания всего этого безобразия не вижу если так посудить то вот это все производство может оказаться гораздо гораздо легче ведь мне не нужно теперь доставлять при помощи космических пушек сюда такое гигантское изобилие ресурсов и по-хорошему на самом деле вот эту всю базу на орбите нужно переделывать но я так не сильно не хочу это делать вы не представляете поэтому те процессы которые сейчас работают должном размере я оставлю некоторые процессы которые нужно будет оптимизировать я безусловно буду оптимизировать по большей части это будет касаться именно жидкости а что касается всего остального сейчас будем пытаться реализовывать с вами по мере поступления проблем я вижу здесь точно необходимо использование космических фабрик и причем достаточно большое количество но я могу использовать ускорители зачем не прибегать к еще одному созданию поэтому я не вижу никаких препятствий чтобы просто запихнуть сюда вот ускорители это касательно того момента когда вы меня спрашиваете а почему ты не используешь модификаторы именно по этой причине то есть если я сюда прихожу и здесь у меня производство без модификаторов я без проблем с помощью модификаторов могу его улучшить и ускорить никаких проблем соответственно с этим у меня конечно же нет но из другой же стороны если бы у меня вместо космических фабрик стояли изначально космические фабрики с улучшениями конечно же я просто так вы обойтись вот такой схемы не мог бы ни в каком варианте и естественным образом был вынужден быть прибегать ну к расширению всего этого перестройки на новый лад это всего а использование вот этого простого метода строительства позволяет мне обойтись малой кровью я просто здесь делаю небольшое расширение под больше проходной поток этого материала и все готово теперь я могу использовать эти пакеты тестирования материалов в нужных мне объемах сколько бы не было остальные элементы и вижу здесь потребуется в больших масштабах еще космические фабрики для этого потребуются тяжелые балки и иридиевые пластины вы получаете на выходе буду тяжелые подшипники тяжелые подшипники я уже начинал вот здесь вот мало-мальском масштабе производить чисто для того чтобы я мог использовать их в создании и в крафтах конечно же такой вариант меня абсолютно не устраивает я буду сейчас его организовывать более масштабном варианте и более что здесь у меня прекрасно большое количество места где мог бы это сделать сдала космическую фабрику возможно тут будут проблемы по поставлению ресурсов сюда это то что касается и редита я вам так скажу то что мне придется в любом случае сюда вот лететь и в любом случае вот эту всю систему расширять и модифицировать я провел конечно здесь некоторые улучшения но тем не менее все равно вся эта система по большей части упирается вот в эти моменты где измельченный и редит смешивается с катион ионными шариками несмотря на то что я как бы улучшил всю эту систему создал здесь еще целый отдельный цех это кардинально не хватает и нужно будет еще хотя бы парочку таких цехов разместить для того чтобы поток порошка был гораздо больше и не было с этим абсолютно никаких проблем с ну а пока будем отталкиваться того что мы имеем здесь я назначаю на производство вот этих тяжелых подшипников и естественно такое небольшое не зловатое складирование пусть складируется до максимуму ничего страшного от этого нет и останется суда лишь подвести только жидкость хорошо что смазочная жидкость здесь поблизости имеется по сути все приготовления я сделал по большей части кроме одного небольшого нюанса взрывчатка это очень важный компонент который здесь необходим но его к сожалению или частью произвести я здесь не могу а вернее могу по сути ну тут что требуется уголь серый да вода но вместо этого я пожалуй попробую сделать небольшую системку по доставке меня же есть по сути схема заготовленная для этого и мне не составит абсолютно никакого труда сделать поезд который бы прямиком с наивиста доставлял сюда взрывчатку и вот станция с взрывчаткой где нужно загружать ее до полной погрузки почему-то пишет то что этой станции не существует это очень хороший момент для этого я полечу туда на наивист вниз для того чтобы уточнить почему именно так происходит может быть когда мы прилетим туда вниз то все сразу образумится я был прав и как только мы прилетаем на наивист взрывчатка загрузка здесь станция имеется и беспрепятственно мы погружаемся и вот уже поездов к разу русских не нужно доставлять сюда какие-то отдельные ресурсами не нужно как-то с остальными со всем этим изобразием заморачиваться я просто отправил туда поезд и все это настолько просто настолько изумительно и настолько замечательно что у меня заканчивается лексикон для выражения эмоций касательно этого я вижу то что нет имеются гигантские проблемы по иридию самому мне его кардинально не хватает для производства всех этих процессов в частности для тяжелых подшипников ну и я естественно молчу про остальные производства сейчас я постараюсь в небольшом таком формате достроить все те исследования которые касаются всех этих ресурсов что-то требуется где что-то не требуется и уже полечу целенаправленно другую планету для того чтобы увеличить количество производимых металлов ну вот по прошествии небольшого количества времени у меня на орбите возрисовывается вот такая вот схема здесь идут три линии конвейеров а здесь стоят все типа данных собирающиеся здесь и использующие схему вторичной переработки грубо говоря они сами на себе зациклены на примере вот этих радиационных центров из них выходят иридивые пластины и уран сами себя заходит в приоритете поскольку погрузчики загружают выше того что может сюда загрузить манипулятор таким образом у меня удается обойти здесь некоторые нюансы и в принципе эта схема является рабочий по аналогии построены все остальные схемы туда я единственное что по моему уран и белые вот эти карты доставляю при помощи дронов остальное все здесь зациклено таким образом что ну по сути может функционировать и без моего участия останется лишь мне продолжить наверное вот эту схему по созданию еще одного вида логических пакетов только есть нюанс который я не предусмотрел то что вот оказывается как всегда исследовательские сервера вот эти вот требует от нас более охлажденной жидкости это конечно очень неприятно но деваться некуда и придется сейчас немножечко исхищаться в плане подводки суда их жидкости почему вот этим исследовательским сервером резко потребовалась переохлажденная жидкость мне непонятно если везде и всюду используется вот этот при минус 100 градусов просто лишний раз нам придется заморочиться вот и вся схема за исключением того что мне потребовал здесь еще дополнительный гипер охладитель впендюрить по сути ничего кардинально нового в этой схеме то и нет как только он заработает я больше чем уверен вся эта система вполне будет справляться с тем что производить третьего вида оранжевые исследовательские пакеты то есть вот эту схему я могу завершать и останется мне дело за малым тяжелый композитный сплав делается из теплоизоляции и редких металлов но это по сути перестала для меня быть какой-то проблемой как только для себя я открыл космические лифты как я уже говорил то что большинство схем которые здесь завязаны можно кардинально переделать даже то что касается вот этих электродвигателей но я пока не вижу в этом особой необходимости конечно же если у меня будут какие-то проблемы возникать и вдруг кто-то будет не таком большом количестве производится как мне хотелось бы я естественно буду вынужден налаживать это производство но пока я в такой необходимости в этом естественно не вижу а следовательно я не вижу необходимости заниматься перестройкой и просто лишний тратой времени как только потребность появится появится у меня и желание все это переделывать но пока что времени зря не терять я слетал на планету где производится иредит у меня и немножечко дополнила схему производства иредитовой пыли она склодируется и большое количество вот это вот минералы в виде иредитовый взрыв пакета в принципе здесь производится. Меня такие скорости, конечно же, пока что устраивают. И пока больше необходимости, естественно, не возникало. И пока я вам все вот это вот безобразие рассказываю, успешным образом третьи исследовательские пакеты начали производиться. И уже постепенно вот сюда вот относятся. У меня не так много осталось изучений, которые я мог бы сделать. Но то, что касается следующего вида изучений, я как погляжу, ну, в большей степени, в большей степени, у меня все это имеется в наличии. Будут, конечно же, проблемы с тем, как эти ресурсы сюда доставлять. И проблемы, наверное, будут с обшивкой. Ну, а как я погляжу, здесь всего лишь нужна сталь, тяжелая балка. То есть, по большей части, мне нужно будет иредиты сюда в конских масштабах подводить. А остальные все ресурсы для четвертого вида этих пакетов имеются. Для того, чтобы заняться двумя еще оставшимися четвертым видами исследовательских пакетов, а именно синем и фиолетовым, мне потребуется вот это изучение, которое я на тот момент мог, конечно же, изучить, но по какой-то причине этого не сделал. И, пожалуй, я этот момент постараюсь отложить на максимально долгий срок. В любом случае, я вот эту вот систему по ракетной шахте космического зонда и ракеты космического зонда, конечно же, не мог тогда произвести, просто банально потому, что у меня не было тогда иридия. Но в потенциале, возможно, я где-то мог бы его там достать и запускать. Но лучшим рядом, как мне кажется, будет, если этим мы займемся последовательно, сразу после того, как закроем гештальт с оранжевыми исследовательскими пакетами, что будет не раньше, как в следующей серии. И на этом прекрасном моменте, пожалуй, мы с вами потихонечку будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш поклон слуга Мамору. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok